Представители оппозиции заявили в ходе пресс-конференции, что министр внутренних дел Леонид Забшба должен понести наказание за попытку оказать давление на своих подчиненных в связи с предстоящим референдумом. Выступление министра внутренних дел означает прежде всего это попытка унизить и напугать личный состав Министерства внутренних дел. Хотел бы напомнить всем, что никому этого сделать не удавалось и никогда это сделать не удастся. Он в своем выступлении нарушил наши законы, ему необходимо, на мой взгляд, немедленно, добровольно подать в отставку. Это было бы правильно. Такого рода высказывания в отношении граждан Республики Абхазия из-за пугивания наших коллег, которые там находятся, а там есть и ветераны, и заслуженные люди перед Абхазией недопустимы. И каждый человек, будь он министр или дедовой сотрудник, должен нести ответственность за свои высказывания. Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Меня удивляет другое. В том, что человек не только пугает свой личный состав, он пугает еще и их семьи. Вы, если слушали эту запись, он там говорит четко и понятно, что даже ваши родственники, семьи, если куда-то придут, мы заснимем, а потом им скажем до свидания. До самого референдума остается меньше месяца. Журналистов интересовал вопрос, какая проходит подготовительная работа сегодня. Мы предполагаем провести по всем районам Абхазии, где будут проведены голосования, разрешены во всяком случае, это со исключением Гальского района, будут проведены встречи с гражданами Республики, где мы постараемся разъяснить цели и задачи данного референдума. Президент Фонда социально-политических исследований АПРА Аслан Бжаня заявил о том, что во всех районах функционируют рабочие штабы и что инициативная группа по проведению референдума продолжит свою деятельность. Если исходить из буквы и духа закона, инициативная группа будет функционировать до завершения референдума и до подведения окончательных ее итогов. Что если явка будет недостаточной? Действия инициаторов референдума в этом случае интересовали журналистов. Если референдум не состоялся, здесь гражданскую войну никто объявлять не собирается. Президент выигрывает во время референдума тогда, когда явка обязательно происходит четко. И в этой явке большинство высказывается против досрочных выборов президента. Вот тогда президент будет знать свою политическую оценку от народа. В ходе пресс-конференции представители оппозиционного блока говорили о причинах необходимости проведения референдума. По их мнению, именно он является единственным законным путем разрешения серьезных внутриполитических проблем, возникших за последние два года. Я считаю, что референдум на сегодня это конституционный, правовой, наиболее честный путь для того, чтобы вернуть наше государство, наше общество и наш народ в правовое русло. Я считаю, что референдума в ситуацию, когда мы считались с базовыми демократическими ценностями, заявляли в своей конституции и в своем основном законодательстве о том, что мы строим правовое государство. Оказались в ситуации, когда мы уронили все. И уважение к закону, уважение к конституции, уважение к капсула, уважение ко всему. И мне кажется, что референдум это шанс для того, чтобы вернуться на исходные позиции и развиваться дальше. Более часа представители блока оппозиционных сил общались с журналистами.